МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Кирилл Бобов. Здравствуйте. Празднования Дня России и Дня города в Севастополе прошли достойно, а все профильные службы справились с поставленными задачами эффективно. Губернатор Михаил Развожаев поблагодарил всех причастных к организации минувших праздников. Любое такого рода мероприятие, большая работа всех служб, и полиции, и МЧС, и всех наших коллег, и, конечно же, все наши подразделения, и транспортное, и городское хозяйство. В общем, все достаточно эффективно потрудились. Как доложил заместитель губернатора Игорь Михеев, площадь Нахимова 12 июня посетили около 9 тысяч человек. Особый интерес у горожан вызвал фестиваль оркестров Национальной гвардии России. 13 числа мы открыли молодежную площадку, локация про молодежь в Артбухте. В целом тоже, наверное, это такой удачный эксперимент. Она работала и 13, и 14 числа. И я думаю, что когда будет возможно проводить молодежные мероприятия, мы тогда будем использовать уже эту локацию на постоянной основе. 14 июня в Севастополе было развернуто 6 крупных тематических локаций, которые также вызвали немало интерес как у местных жителей, так и у приезжих гостей. Они все были переполнены. И жители города Севастополя, и гости, я думаю, что с большим удовольствием принимали участие. Ну, вечером был концерт. Опять же, по данным полиции, посетило порядка 15 тысяч человек. Празднования в Севастополе прошли не только успешно, но и спокойно. Как сообщил директор Департамента безопасности Михаил Савчин, в эти дни в городе удалось избежать каких-либо инцидентов. То, что касается прошедших праздников, Игорь Анатольевич уже сказал, тоже повторяться я здесь не буду. Грубых нарушений общественного порядка допущено не было. Михаил Владимирович, привлекалось 12 июня для обеспечения безопасности всех сил и средств 254 человека. Вчера привлекалось для обеспечения безопасности 311 человек. Все выполнили свои функции и задачи. В Севастополе вновь фиксируется рост темпов заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил заместитель губернатора города Александр Кулагин в ходе аппаратного совещания 15 июня. В связи с увеличением темпов заболеваемости COVID-19 было принято решение вновь расширить коечный фонд. Мы опять возвращаем первую больницу. Несмотря на то, что уже начинали, планировали делать ремонт, на сегодняшний день развернуто 562 койки, занято 411, свободных 151 койка, то есть свободный коечный фонд на сегодня составляет 27%. В отделении интенсивной терапии остаются 18 человек. Из них один на аппарате искусственной вентиляции легких. Михаил Развожаев дал поручение подготовить пансионат «Узумруд» для повторного использования его в качестве центра реабилитации переболевших коронавирусом. Там, где у нас сейчас проходила реабилитация, то, что мы готовили, сейчас пока его надо подержать в резерве. В горизонте там двух недель посмотреть за ситуацией. Не выводим его из девятой больницы пока. Оставляем под резерв, под дальнейшее наблюдение за дальнейшим развитием ситуации. В Севастополе активно продолжается реализация программы вакцинации населения. Первым компонентом в нашем городе привились уже 70 тысяч жителей, второй компонент получили 59 тысяч горожан. Сколько сейчас в день примерно у нас динамика прививается? Около 600 человек. В день, да? В день. А для коллективного иммунитета? 60% населения нужно, 200 с лишним тысяч. Михаил Развожаев поручил продолжить ввести информационную кампанию по вакцинации от COVID-19. Он подчеркнул, угроза никуда не ушла. От этой болезни в Севастополе почти каждый день умирают люди. Видим сейчас возможность, которую не хочется допустить в городе. Третьей волны каких-то ограничительных мероприятий. Единственный выход – это вакцинация. И про это надо говорить каждый день честно и открыто. В региональный сосудистый центр городской больницы номер один имени Пирогова поступил новый аппарат магнитно-резонансной томографии. Медицинское оборудование, закупленное в рамках нацпроекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обошлось в 64 миллиона рублей. Аппарат позволяет проводить необходимые исследования быстрее и без потери качества. В этом году в отделении лучевой диагностики у нас появился новый аппарат. Это современный аппарат экспертного класса 2020 года выпуска. G-Signa. Аппарат позволяет получать изображение высокого качества за короткий промежуток времени, за счет чего доступность медицинской помощи для населения увеличилась. Мы делаем обследование как для стационарных пациентов, так и амбулаторно. Причем амбулаторно в день мы делаем около 20 исследований, в том числе за счет средства ФОМС. Новый аппарат МРТ оснащен современным программным обеспечением, облегчающим работу врачей. С его помощью медики могут исследовать практически все органы и системы организма, включая головной и спинной мозг, брюшную область и область малого таза. Аппарат МРТ в Первого городской больнице был, но он был передвижной, находился на улице. Это доставляло определенные неудобства. Сам аппарат достаточно старый, он 13-го года производства, и периодически выходил из строя. И также для пациентов оригинального студии центра создавались определенные проблемы, потому что пациента необходимо было транспортировать для проведения МРТ через улицу в этот аппарат. Сейчас новое оборудование установлено внутри регионального сосудистого центра, а значит пациенты смогут попадать на исследование, не покидая здание медучреждения. В ближайшее время в Севастополе появятся два новых филиала детского технопарка «Кванториум». IT-клубы откроются в Гагаринском районе города и на северной стороне, на территории компании «АйТи Крым» в районе Терцемусон и в здании бывшего интерната номер 5 на Челюскинцев 47 соответственно. На последней площадке также откроют места для проживания. Там же мы капитальный ремонт делаем общежитие, это будет кампус. Мы будем его очень стараться, конечно же, сделать в этом году, но, вероятно, он уже перейдет в следующий год. И это площадка именно для проведения больших мероприятий, всероссийских. И здесь одна из главных целей – это притащить как раз на нашу территорию максимально федеральных всероссийских мероприятий, для того, чтобы мы могли как можно больше наших детей погрузить в эту инновационную среду. На объектах полным ходом идет ремонт. Родители юных севастопольцев давно об этом просили. Отпускать малышей в возрасте от 6 до 10 лет на занятия далеко от дома решаются не все. Однако в филиалах собираются представить далеко не полный список направлений работы севастопольского кванториума. В первую очередь это будут занятия IT-сферы. Программирование, мобильная разработка, робототехника, большие данные и так далее. Здесь наша задача все-таки IT-сообщество пополнять. Город наш IT-сный в том числе, поэтому, конечно же, нам нужны сотрудники IT-компании. Показывать тут же на примере, что можно не уезжать из региона IT в современнейший IT-технопарк IT-Крыма. Но дополнительно, однозначно, будут запущены направления наши уже классические «Хочу шкодить», подготовительные инженерные школы однозначно для малышей, потому что им, родителям, тяжело их возить в другой конец города. И другие востребованные направления будут также запущены на этих площадках. Есть в планах руководителей детского технопарка Квантуриума и цели развивать совсем новые направления. Об этом руководитель проекта Международный центр научно-технического творчества имени Фомы Микензи Максим Виноградов и заместитель руководителя Квантуриума Анастасия Вакарчук рассказали в новом выпуске программы «Актуальное интервью». Также воспитанники Квантуриума поделились впечатлениями от недавней поездки в Екатеринбург, где им удалось познакомиться с инновационными детскими образовательными программами, которые реализуют коллеги. С этим и другими промышленными инновациями и регионами Квантуриума уже запланировал совместную работу. В завершении выпуска к новостям спорта. Золотые медали и индивидуальные награды за минувший сезон игроки и тренерский штаб ФК «Севастополь» получили накануне Дня города из рук губернатора Михаила Развожаева. Своё третье чемпионство моряки оформили ровно месяц назад, 13 мая, за шесть туров до финиша. За это время они только упрощили своё лидерство в таблице, параллельно подтверждая реноме сильнейшего коллектива полуострова. Оставалось одно – сделать подарок болельщикам и севастопольцам ко дню города – завершить сезон на мажорной ноте красивой домашней победы. Имя фаворитов в противостоянии заключительного тура между Севастополем и бахчисарайским козелташем читалось легко. Моряки, они традиционно в белом, досрочно завоевали звание чемпионов. Гостям из Бахчисарая же ещё предстоит доказывать своё право остаться в элитном дивизионе в стыковых матчах. Лидер против аутсайдера. Такая вывеска не спугнула более тысячи болельщиков, заполнивших центральную трибуну главной городской арены. Ещё бы! По завершении игры футболисты Севастополя должны были получить заслуженные золотые медали и на бис поднять над головой кубок. Неотъемлемым условием полноценного праздника должна была стать победная точка в чемпионском сезоне. Было тяжело в первом тайме. Было тяжело ребят настраивать, мотивировать, потому что задачу выполнили. Единственная была нехорошая традиция. Севастополь не выигрывал последнюю игру в течение пяти лет. Поэтому хотели её поломать. Спасибо ребятам. Они это сделали. Достаточно хорошая, квалифицированная команда играла против нас. Создала много нам трудностей. Но ребята выдержали. В итоге соперники выдали захватывающее футбольное зрелище с шестью забитыми мячами, двумя отменёнными голами и массой опасных моментов у ворот друг друга. Счёт открыл в середине первого тайма Артура Меддинов. Забитый мяч стал для него девятнадцатым в сезоне, что обеспечило ему звание лучшего бомбардира чемпионата. Но на перерыв команды ушли при равенстве на табло. Быстрая контратака Казалташа привела к взятию ворот юного галкипера Моряков. На старте второй половины встречи соперники вновь обменялись голами. Сначала Захар Тарасенко замкнул прострел с фланга. Форвард Моряков, кстати, заслужил титул лучшего нападающего минувшего чемпионата. Но уже спустя две минуты бахчисарайцы вновь восстановили статус-кво. Несмотря на ожесточенное сопротивление гостей, севастопольцы доминировали на поле и все-таки сумели склонить чашу весов в свою сторону. Третий победный гол хозяева забили на 71-й минуте. И сделал это футболист, на счету которого ряд решающих мячей в этом сезоне. Воспитанник клуба в этот вечер впервые примерил на себя капитанскую повязку. Да, я не ожидал, что мне доверят капитанку сегодня. В перерыве дали ее и пришлось настраивать ребят, говорить какую-то речь. Очень приятно быть капитаном и тем более забивать решающие голы. Мне дали пас в борьбу, потом я подобрал мяч и пробил в угол. Все. Вот так, воспользовавшись ошибкой бахчисарайцев, севастопольцы в третий раз в этом матче вышли вперед. И больше преимущества моряки уже не теряли. Мяч побывал в сетке гостей еще трижды, но засчитан был лишь один гол. В остальных случаях судьи фиксировали положение вне игры. Антон Галенков на 89-й минуте поставил жирную и яркую точку и в этом матче, и во всем сезоне. Даже став чемпионами за месяц до конца турнира, севастопольцы не бросили играть и подтверждали статус самой сильной и сбалансированной команды Крыма в каждой из остававшихся встреч. Сейчас в составе моряков в основном выступают местные воспитанники, точечно усиленные приглашенными футболистами. А в минувшем сезоне ярко показало себя и подрастающее поколение. Долго шел к этому, чтобы стать чемпионом, задача была. Цель поставил себе, вот добился ее. Спасибо партнерам по команде, которые помогали. Ну, конечно, чувствовалось, когда я играл с такими футболистами, которые играли выше лиги, уровень футбола совсем другой. И с помощью них я набрался формы, уверенности. Это очень приятно, что тренерский штаб мне доверяет. Буду работать еще больше, чтобы получать больше игрового времени. Вечером, 13 июня, на трибунах вместе с болельщиками команду поддерживал и губернатор города Михаил Развожаев. Он же вручал футболистам и тренерскому штабу золотые медали и индивидуальные награды накануне особенного дня. Лучшими в Крыму в своих амплуа стали также вратарь и капитан Севастополя Сергей Наувенко и наставник моряков Олег Лещинский. Ну и вы знаете, что в этом году мы празднуем День города под девизом «Я люблю тебя, Севастополь». И мне кажется, к нашему клубу одноименному это относится слово в слово. Поэтому давайте еще раз признаемся в любви к нашему городу и к нашему замечательному клубу. Ребята, большие молодцы! Мы любим тебя, Севастополь! Спасибо за красивую игру, за прекрасный сезон! Сезон действительно выдался успешным. Севастополь первым стал трехкратным победителем Крымской премьер-лиги. Наша команда – лидер по числу забитых мячей в этом сезоне, а пропустили моряки меньше всех в таблице. Отрыв от преследователей – почти 20 очков. Но, как известно, удержаться на вершине гораздо труднее, чем на нее взобраться. В ближайший месяц футболисты проведут в отпуске, после чего отправятся на сборы и приступят к подготовке к новому сезону, в котором будет что доказывать. Начнется он с матча за суперкубок, а дальше – ломать старые традиции. Ведь еще ни одна команда в Крыму не становилась чемпионом два года подряд. Михаил Журавский, Кирилл Попов, Денис Александрович, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59060, а также мобильный – плюс 797893131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте. БСДФСТВ.ком Ждите новостей, до встречи и следите за прогнозами погоды. Редактор субтитров А.Семкин